История сыграла злую шутку с богородскими садоводами. Дошло до захвата и срезания замков. Но обо всем по порядку. Садоводы товарищества Окский сообщили о том, что в их садовом товариществе произошел рейдерский захват. Неизвестные люди нагрянули в правление садоводчества, срезали замки и самовольно заняли помещение. Вот наше правление. И вот здесь вот висел замок, который прибывшие вот эти 10 человек спилили болгаркой. И вот сюда они ограничивали доступ членам правления. Вот здесь вот они устроили себе спальное место. Вот на этих матрасах данные сотрудники ЧОПа спали. Здесь у нас в правлении. Наши садоводы, когда состоялось общее собрание, с ненавистью выкинули эти матрасы для того, чтобы не было следа этих людей здесь у нас в правлении. Информация была для садоводов, протокол общих собраний. Информация о том, как денежные средства собираются, как расходуются. Все это было сорвано и все это уничтожено. Ворвались они в магазин. Я прихожу в магазин, магазин не работает. Там продавщица вот так вот все трясет, колотит. Продавитель с магазина вся перепуганная, дрожащим голосом. Сказал, что пришли какие-то люди, выгоняют из магазина. Вели себя очень хамп, по-хамски. Грозились выбросить товар. Но потом оставили в покое. Сказали до конца месяца заплатить новым хозяевам. Каких хозяев? Хозяев у меня никаких нет. Они указали, что наше правление, вот данное здание, является теперь их собственностью. Что наши трансформаторные подстанции являются их собственностью. Что баржа, с которой мы, мыслики, качаем воду, у нас на барже стоят насосы, что это тоже теперь является их собственностью. И что они пришли свою собственность охранять. Эти люди освобождают землю, хотят освободить нашу землю, хотят ее отрезать от общего садоводческого, от большого огромного товарищества. Они потом хотят обанкротить и эту землю пустить с молотка под или коттеджное строительство, или индивидуальное жилищное строительство. Оказалось, что 20 лет назад на месте этого садоводчества было два товарищества. Окский и Нижегородец. А затем их объединили. И вот люди, нагрянувшие в правление, как выяснилось, тоже оказались садоводами, которые хотят снова разделить одно садоводчество на два. Распоряжение о ликвидации садоводческого товарищества Оксе, но мы не претендуем ни на председательство, ни на что. Окский, он остается, Окский, юридическое лицо, и все остается как есть. Никто менять ничего не собирается. Просто возрожденный Нижегородец, как юридическое лицо. Мы просто заявили о том, что вот восстановили тот Нижегородец, где они живут, нижегородцы многие. Но они, многие, которые уже после этого приобретали участки, они просто не знают. Кстати, садоводы товарищества Окский уже обратились в полицию, которая проводит проверку по факту всего произошедшего. Продолжение следует...